Восьмого июля в Москве на ВДНХ, где завершила работу псевдопатриотическая выставка российских достижений народного хозяйства концертом «Россия нигде не заканчивается», Путин поздравлял всех с Днем Семьи, Любви и Верности, рассказывал, что для государства нет ничего более важного, чем укрепление семей. Вам большое спасибо. В эти же минуты российские оккупанты в прямом смысле устроили демонстративное избиение, а точнее уничтожение украинских младенцев. Их крылатая ракета попала в здание киевской больницы «Ахмадет» – крупнейшего детского госпиталя Украины, в котором находились 627 детей. Кому-то из них прямо в тот момент врачи пытались спасти жизнь, делая операцию, кому-то подключали капельницы, кто-то из детей лежал в коме. В первые минуты медики приходили в себя от шока, пытаясь понять, что произошло. А произошло немыслимое даже по меркам войны. Затем все начали выводить пациента в коридор и далее в укрытие. В тот день жертвами ракетных ударов по всей Украине стали почти полсотни людей, среди них пятеро детей в Киеве. Вследствие атаки по «Ахмадету» погибли двое взрослых, в том числе один врач. Позже скончался 7-летний Егор Заводецкий, который находился в «Ахмадете» в коме. Тем временем после заседания Совета Безопасности ООН, на котором представитель России Небензя врал, что в «Ахмадет» попала украинская противоракета, российская делегация устроила праздничный обед по случаю своего месячного председательства в Совбезе. Основным блюдом в меню была указана котлета по-киевски с картофельным пюре. Если бы это была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, а не были бы ранены. Бить по больным детям в то время, когда им делают операции, лечат от рака и почечной недостаточности – это особая форма цинизма на фоне пустых заявлений Путина про так называемое «стремление к миру». Не выдержала даже Алла Пугачева, которая редко, но метко высказывается по поводу событий в Украине. «Бог терпелив, но всему есть предел», – написала певица в своем Инстаграм, разместив фото, на котором изображен окровавленный ребенок, пострадавший от попадания ракеты Х-101, в инфекционный корпус больницы, где онкобольные дети проходили процедуру диализа. Пугачева таким образом дала четко понять, что Россия перешагнула все мыслимые пределы морали, целенаправленно обстреляв ракетами детскую больницу. Зато обстрел Ахмадета никак не повлиял на стилистику вещания российских телеканалов и их всеобщую радость по поводу редкого визита иностранного лидера к Путину. Заваривается президентский чай с помощью президентского самовара. Никогда еще тележурналисты не работали у Путина дома. А это Орджерея Новогорёва. Вы, наконец, смотрите самую захватывающую политическую программу. Наша съемочная группа обратила внимание на громко лающих собак. Забавно, конечно, так говорить, но это те самые собаки, за которыми сейчас следит весь мир. Именно их подарил Ким Чен Инн и Владимиру Путину. И вот мы сейчас с вами можем убедиться, что они действительно находятся в России и живут в Ново-Огарёво. Убив во время атаки 8 июля около полусотни мирных украинцев, Россия снова прибегла к лжи и лицемерию. С новыми методичками на арену выпустили отборных пропагандистов, в том числе Соловьёва, который буквально накануне говорил следующее. Я бы стер с лица земли. Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанёс удары. После атак 8 июля Соловьёв ближе к концу своей программы вспомнил про Ахмадет. И с невозмутимым лицом прокомментировал зверства российской армии очередной порцией лжи про то, что его страна атакует лишь военные объекты, которые в Киеве, по словам пропагандиста, на каждом шагу. Сегодня в ответ на все удары со стороны ВСУ по нашим гражданским объектам вооружённые силы Российской Федерации нанесли ответный групповой удар по объектам военной промышленности. Все спекуляции со стороны киевского режима и попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком в преддверии саммита НАТО. В попытке заработать себе очки они пиарятся на горе, как делали это уже много раз. Только горе-то принесли они сами. Они абсолютно честно пишут, что это не Патриот. Да, они абсолютно правы, это не ракета системы Патриот. Но, тем не менее, это ракета совсем другой системы. Вот идёт сравнение ракеты Патриот. Нет, это не ЯК ракета прилетела, но и это не Х-101, который наш. Это их ракета, как я понимаю, на самса. В свою очередь сотрудники СБУ нашли на месте трагедии обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером, что позволяет легко определить модель и модификацию боеприпаса. В её хвостовой части видно выступающий турбореактивный двигатель самолётного типа, которым, в отличие от зенитных, оснащено большинство крылатых ракет. На другом видео хорошо слышен характерный свист работы этого двигателя. Четверо из шестерых экспертов, общавшихся с Би-Би-Си, сошлись во мнении, что, скорее всего, в госпиталь попала именно Х-101. Момент попадания ракеты в больницу был снят на видео. На этих съёмках ракета видна довольно отчётливо. В хвостовой её части заметно утолщение. Скорее всего, это выступающий за корпус ракетный реактивный двигатель. Дизайн Х-101 выглядит именно так. А у зенитных ракет-перехватчиков такого выступа просто нет. Западная пресса пишет, что за время войны Россия нарастила производство ракет Х-101 в 8 раз, причём собирает их из иностранных компонентов в обход санкций, импортируя электронные чипы через Китай. Российская пропаганда называет крылатую ракету Х-101 исключительно высокоточным оружием, мол, её вероятное отклонение составляет всего 7 метров на дальность 5,5 тысяч километров. Министерство обороны Федерации, не упомянув детскую больницу, заявило, что обвинение России в целенаправленных ударах по гражданским объектам абсолютно неточное. А Песков, как мантру, повторял, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, параллельно намекая, что Украина не имеет права оборонять себя от вражеских ракет, летящих в густонаселённые центральные районы Киева. Всё время какие-то такие совпадения трагические, как только важный визит в Россию, либо важная встреча российского президента, как только саммит НАТО, как только какие-то важные вещи для отношений Киева и Запада, всё время происходят страшные вещи там. Ну, я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это всё, ну, такие, знаете, пиар-операции, причём пиар-операции на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета, которая попала в эту больницу детскую. Россия нередко доказывала, что для неё военные преступления в условиях войны – норма существования. Но 8 июля кремлёвский режим превзошёл сам себя. Если даже допустить, что это была человеческая ошибка на видение, Россия, если она считает себя цивилизованным государством, была обязана начать расследование. Но ничего подобного в варварском мире Путина никогда не происходило и происходить не будет. В программе «Вести недели», которая вместо отдыхающего Киселёва провёл ещё один пропагандист-депутат Попов, снова был сюжет о том, как все хотят дружить с изгоем Путиным, несмотря на его бомбардировки украинских городов. Киев пытался угнать стратегический бомбардировщик, но получил по зубам баллистической ракетой. Это обтекатель, он передаёт бомбе аэродинамическую и превращает её фактически в высокоточное оружие. Правда ли, что ФАП-3000 изменил охот войны? Зачем американцы названивали индийцам во время визита МОДИ в Москву? Дружественному индийскому народу мира и процветания. Спасибо! А ещё сюжет про доблестных зэков, которые, как следует из подачи материала, относительно малой кровью искупают свою вину перед Родиной. Самое необычное подразделение армии России. Состоит оно из бывших заключённых, которым наказание в колонии заменили службой на передовой. Уникальный репортаж Александра Рогаткина из бригады вчерашних заключённых. Ещё, простите, я бы два года, я бы вышел обычным зэком, а сейчас я вышел кавалером Георгиевского креста. В любом возрасте ты можешь в целом раскаяться и справиться. Так что все на фронт! Все на фронт отмываться! Когда придёт желанный мир, победы пламенная дата, не льём неразведённый спирт, восславим русского солдата. И только после этих призывов к зэкам ложиться в чужой земле костьми за Путина, непонятно за какие его цели и ценности, депутат Попов рассказал про вандальный теракт, ракетную атаку против детской больницы в Киеве, представив за доказанный факт то, что требует тщательного расследования. Норвежская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса НАСАМС, ударила по детской больнице. Сами украинцы в соцсетях подметили примечательную тенденцию. Трагедия с попаданием ракеты ПВО в детский госпиталь произошла ровно накануне саммита НАТО. Ждём реакции также от норвежских властей, которые, судя по всему, поставили к Лике Зеленского эту установку НАСАМС. Санкционировали ли они, чтобы она использовалась для удара по детской больнице? По словам Попова, удар по Ахмадету – предлог для размещения американских ракет в Европе. Именно поэтому депутат Госдумы от «Единой России» в очередной раз пригрозил ядерным ударом по Европе. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии – Гарми и Шпартенкирхен, Казармы Патча, Шпангдален, Рамштайн. Особое внимание Британии и нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Тем временем в среде так называемых провоенных зэдблогеров попадание российской ракеты в детскую больницу в Киеве вызвало бурю ликования. А некий православный телеканал «Царьград» вообще не стал оправдываться за убийство детей и восхитился целенаправленным геноцидом граждан Украины. Попадание в детскую больницу в Киеве вызвало разговоры о гуманизме. Эти разговоры ведутся в пользу врага. Тот, кто сегодня жалеет вражеских детей, не жалеет своих. Гуманизм в том, чтобы закончить войну, а закончить войну можно только победой. Перед этим «Царьград» опубликовал статью про неких статистов, которые, прикинувшись окровавленными жертвами атаки, позировали для СМИ. Опознан статист, который работал жертвой кровавого режима. Буквально на всех фотографиях с этого самого Ахмаддета. Оказался стоматологом. Рад, что ребенку смогли удалить молочный зуб в другой больнице, и он все-таки выжил. Чудо! История про статистов ничего не напоминает? Ведь именно так русская пропаганда оправдывала зверство оккупантов в Буче, где после отступления российской армии были найдены тела больше тысячи убитых мирных граждан, лежащих в том числе прямо на улицах со связанными руками. Но путинские пропагандисты, традиционно выдумав сотни псевдоверсий, начали врать о том, что на видео тела убитых двигались, и что это постановка киевского режима. Вы утверждаете, что все это постановка и фейк. Но это же доказательство, что тела появились, когда Россия контролировала эту территорию. Российские войска убили этих людей. Если у вас есть лишние 20-30 минут, я вам объясню, почему это фейк. Количество вранья о так называемом мирном характере российской оккупации множится с каждым годом. Еще до зверств в Буче российские авиабомбы стирали с лица земли Мариуполь, разрушив в том числе роддом и драмтеатр. В последнем, от российского наступления, уничтожавшего все на своем пути, укрывались около тысячи людей с детьми. Тогда специально для российской авиации, которая доминировала в небе Мариуполя, перед драмтеатром люди огромными буквами сделали надписи «Дети», чтобы их хорошо было видно с воздуха. Вот здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется. Но это вот только начинают собираться. Это видео было записано до 16 марта 2022-го, когда случился роковой, бомбовый удар России по драмтеатру в Мариуполе. Большинство людей, которых вы видите на этих кадрах, через несколько дней погибнут. А через пару недель после трагедии в Мариуполе российская армия нанесла новый удар. На сей раз ракетой «Точка-У» с кассетной боеголовкой по вокзалу Краматорска. Погибли более 60 человек, в том числе 7 детей. 121 человек ранены. Коллегами без ног остались 11-летняя Яна Степаненко и ее мама Наталья. А это шрам того, как меня очеркнуло. Поначалу это было очень тяжело, когда ты вступаешь, и оно кажется вообще очень-очень тяжелым. Но потом ты с временем уже как бы привыкаешь, и оно уже кажется вообще не таким тяжелым. Затем была ракетная атака на торговый центр Винница, которая русская пропаганда назвала ударом по дому офицеров. Были снесены жилые многоэтажки Днепра, Умани, Николаева и Одессы. Были тысячи обстрелов Харькова и десятки разрушенных до основания украинских городов. В России распространение любой информации о зверствах ее солдатни подпадает под статью о так называемых фейках про российскую армию, принятую кремлевским режимом еще в первые дни полномасштабного вторжения. Благодаря этому за решеткой оказались почти все российские оппозиционеры и сотни граждан. Причем преследования тех россиян, которые в начале оккупации Украины не лгали о зверствах российской армии, продолжаются и сейчас. Так на днях по запросу России власти Армении арестовали учительницу русского языка и литературы из Подмосковья за так называемые фейки про российскую армию. Но правда позже, поняв свою ошибку, отпустили. Наталья Таранушенко еще в начале войны рассказывала своим ученикам правду о кровавых событиях в Буче. Но после серии доносов, узнав, что на нее завели уголовное дело, была вынуждена бежать из России в Ереван. Появилась телеграм-канал, появилась информация, что дело зарядено. Я вообще была очень удивлена и не очень поверила, потому что в 22-м году, в 22-м году я тоже, в 22-м году ведь жаловались-то, писали на меня доносы. И в 22-м году меня проверяла прокуратура, естественный комитет и полиция. Тогда эта статья была административная. И когда все закончилось, мне в полиции сказали, ну могут меня по этому же поводу еще раз притянуть? Мне сказали, что нет. А вот родитель один оказался очень упорный, ходил, жаловался, видимо, все эти два года. И вот теперь время прошло, видимо, ужесточились нормы, и вот теперь переквалифицируется стать уголовным. Очень много учеников моих, в отличие от того ученика, который настучал на меня и так упорно стучал еще вот эти два года, очень много людей, которые стали видны на самом деле, которых можно уважать. Обстрелом детской больницы Ахмадет и подобными терактами российские власти хотят сломить волю украинцев к сопротивлению и подписать так называемый мир, а фактически капитуляцию Украины на условиях Путина. То есть признать, что кремлевский тиран вместе со всей своей свитой не военные преступники, а так называемые миротворцы, с которых нужно снять все санкции и забыть об их злодеяниях. И пока в Министерстве обороны России бубнят о высокоточном оружии, количество убитых ими мирных людей и уничтоженных населенных пунктов растет. И все новые свидетельства военных преступлений российской армии и кремлевской верхушки становятся многотомными делами для расследования Международным уголовным судом в Гааге.